53 глава Исаии, наверное, это точно самые известные слова этой книги, возможно, самые вообще известные слова из книг пророческих, а может быть, даже самые известные слова Ветхого Завета. Слова, которые очень детально предсказывают, как Христос будет страдать вместо нас. Эти слова пророк написал за 700 лет, до того момента, как Христос пришел. Это так Исаию Бог открыл, каким будет Мессия и Царь. 53 глава Исаии, давайте вместе прочитаем. Будем читать и останавливаться, размышлять. Первый стих. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня, сила Божья? Исаии дано было весть или Божье откровение, и он должен был ее передавать. А он задает вопрос, Господи, а кто этой вести будет верить? Подразумевая, что верить будет очень мало. Причем он пишет не только услышанному от меня, а от нас. Понимая, что эту весть не он единый несет. Были другие пророки, которые эту весть несли. Был сам Христос, который эту весть воплотил. Это весть о Христе. О Исси Христе. Но такая весть, которая людям, хотя они его ждали, оказалось, что они в нее мало верили. Вот этот же стих Писания, Евангелие от Иоанна, цитируется, 12 глава, с 37 стиха. Столько чудес сотворил он перед ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаия, порока. Господи, кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Мышца Господня – это те чудеса, которые делал Христос. Это невероятное количество. В жизни такого не бывало. Такая сила Божья явлена. Но, тем не менее, люди эту силу Божью не узнали, не распознали и не приняли. Этот же стих цитирует уже апостол Павел. То есть он применяет уже не только к тому, что делал Христос, а к тем, кто эту весть потом нес после Христа. Римлянам это будет глава 10, где говорится о том, как верить. Что веровать в слышание. А потом он задает вопрос, стих 16, 10-16. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, кто поверил слышанному. Хотя эта весть несется и неслась. Неслась пророком. Сам Христос себя вел, несется сейчас. Аталий Иванович читал текст, который призывает нас эту весть нести. Нашу ответственностью нести. Как Исаия. Но Исаия говорит, Господи, как мало будет верующих. Как мало кто эту весть будет принимать. Но то, что ее мало принимают, не означает, что в ней проблема. Или что в нас проблема. Просто она оказывается малоудобной, малопринятной. А вот почему. Второй стих. Он объясняет, почему эта весть оказывается не для всех принятной. Второй стих. Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. То есть, с такого места, где мало что может быть хорошего. И вот описание нет в нем, это о Христе сказано, нет в нем ни виду, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Потому что вот такой, какой был Христос, он был непривлекательный. Знаете, обычно люди, когда хотят что-то продавать, какой-то таван, они делают его привлекательным, упаковочку привлекательную. Там, может быть, внутри мало что цен, но чтобы оно все блестело, рекламу сделают, вывеску повесят. Чтобы все было такое, заманчивое внешне. Но когда пришел Христос, Он оказался непривлекательным. Думали, что Он будет, может быть, очень красивым, очень крепким, мощным таким вот. Или великолепным, как царь будет в одежде такой, золотом расшитый. Я думаю, кто это такой? Откуда он? Какого-то села там пришел в одежде какой-то непонятной, ноги грязные, босые. Что за царь? Таким Он оказался. Вы помните, читали истории из Ветхого Завета, когда родился Моисей. Кто помнит, ребята, каким был Моисей? Внешне есть какое-то указание, что Он был? Сказано, что Он был очень необычного вида, благовидный, что даже родители увидели какой-то необычный ребеночек, такой красивенький. Когда описывается жизнь Давида, сказано, что это был юноша такой, приятного вида. Пошел Хистос, обычный вид, заурядный, как евреи, не знаю. И Он не привлек их. Это же пророчество Исаия, но глава предыдущая, она оттуда начинается. Там есть такие слова, стих 14, 52 глава. Не, не 14, не. Да, 14. Как многие изумляли, смотря на тебя, столько был безображен пачи всякого человека лик его и вид его. Это уже говорится о Христе распят. А когда его распяли, то вообще был ужас. Если кто-то смотрел фильмы, особенно когда-то был снят фильм «Страсти Христовые», страшно смотреть. И этот царь, это Христос, это Божий Сын, это невозможно. И третий стих продолжает реакции людей на Христа. Он был презрен, то есть как бы, его просто даже презирали. И умолен перед людьми, и муж скоробей, и изведавшие болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что вставили его. Пр презираем, это означает, что кто-то такой, что на него даже не стоит посмотреть, или даже неприятно смотреть. Он был таким, что на него было неприятно смотреть. И даже говорили, как на это можно смотреть. Из-за того, что... Хотя предсказывалось, что он будет из рода Давидова. И он был из рода Давидова, но к тому моменту род Давидова был очень сильно как бы ослаблен, но в бедности жил. С бедной семьей, неизвестной. А еще к тому же, то, что он говорил людям не нравилось. То, как он страдал, это людям не понравилось. С кем он общался? Смеялись, с кем ты общаешься, с кем ты? Грешниками. Куда Христос ходил? К больным? К прокаженным? Мы обычно не ходим, не любим ходить в такие места. Чтоб сейчас сказали, вот мы набираем молодежь, группу молодежи, будем ходить по палатам, по больных, там, обнимать их, общаться с ними. Я не думаю, что была бы очередь. Сказали, что где-то едем на какую-то такую вечеринку, там музыка будет хорошая, даже шестьян. Так людям с ними кому-то надо. А стих четвертый. Вообще с четвертого по шестой я прочитаю. Я буду, оно начинается, но. Хотя он оказался таким вот заурядным, даже презренным, потому что он еще взял на себя нашу вину и страдал вместо нас. Но. Но. Меняется тема. Показывается, почему все так произошло. А люди это не понимают. Я акцентирую внимание на слова, которые касаются и нас. Что в ком была причина. Но он взял на себя наши немощи. Все то, что было в нем эти страдания, это наши были. Он понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъялен был за грехи наши. Мучим за беззаконие наш. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Советились. Советились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Вот то, что во Христе оказалось людям малоприятным. Особенно, когда с него насмехались. Как? Мы думали, или ты думал, и говорил, что ты Богу угоден. Ну, какой ты Богу угоден? Ты страдалец. Тебе Бог отверг. Но все это было вместо нас. За нас. За наши грехи. За нас. Вообще, эти строки подчеркивают вину каждого из нас. Каждого из нас. Павел пишет в Коринфянам, что такое Евангелие. Там есть короткое содержание сути Евангелия. Которое начинается, Христос умер за грехи наши по Писанию. По Писанию, особенно то, что мы сейчас читали. Это за наше, за нас. Это мы. Это все мы. Христос умер за грехи наши. И когда Он так страдал, это было потому, что мы виноваты. Седьмой стих. Это же глава Исаии. Он истезуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих. Не защищался. Все это принимал. Как овца введен был он на заклане, и как агнец, предстригущий его безгласен, так он не отверзал уст своих. Но добровольно. Обычно мы страдаем недобровольно. Например, кто-то заболел из нас. Тяжелая болезнь. Если есть возможность от нее освободиться, мы освободимся. Поедем на какое-то лечение, или какая-то операция, которая облегчит. Если есть возможность. Но если нет возможности, ну куда денешься? Муссом уже. Кинулись в все стороны, не помогает. Но если есть возможность. У Христа была возможность. Это не было, потому что не было выхода. Но он сделал добровольный. Во-первых, вместо нас, во-вторых, еще добровольный. Если бы вместо кого-то, ничего себе, я могу не страдать, то я не знаю, зачем. Пусть он страдает за свои грехи. Но вместо нас и добровольно. И подчеркивается, что он, когда страдал, молчал. И читая Евангелие, помните, даже евреи удивлялись, что вот они... Там было много судов. Только одному, только другому. А он молчит. Как это так? Мы еще такого не встречали. Даже злодея и то, когда оправдываются, огрызаются. А он молчит. Он молчал. Его обвиняли. Обманно обвиняли. А он молчит. Это был его выбор. Эти слова, вот стих седьмой и восьмой еще читаю. От ус и сюда он был взят. Народ его кто и изъяснит. Эти слова, помните, в Евангелии есть история, которая случилась на одной из дорог, когда какой-то прозрит евнух, едет, возвращается из своего паломнического, наверное, посещения Иерусалима, едет и читает в колеснице свои эти слова. Это будет Деяние апостолов. Восьмая глава. Он едет и читает. И туда, к этому месту, Бог присылает своего слугу, благовестника Филиппа. Восьмая Деяния апостолов. Он сидит, читает и не знает, стих тридцатый. Филипп подошел и услышал, что читает пророка Исаии, и сказал, разумеешь ли, что читаешь? Как я могу понять эти слова? Непонятно. О ком говорит Исаия? О себе или о ком-то другом? А он читал именно эти слова, вот, тридцатый стих. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца, ведь он был на заклане. И дальше. Не знаю, о ком читаю. Тридцатый стих. Филипп отверз уста свои, и начав от сего Писания, из Исаии, благовествовал ему об Иисусе. А Филипп говорит, это Христос, это Иисус. Это уже произошло, его распяли, это в нем сказано. И когда Филипп это понял, Филипп понял, что это вместо него такая жертва принесена, то Филипп говорит, я верую. Я верю, что это вместо меня. И что я должен сделать? И помните, что он сделал? Стих тридцать шестой. И Евну сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Тридцать семь. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. И вот они зашли, и он принял крещение. То есть, если такая жертва принесена вместо тебя и меня, вместо нас, то, знаете, самое, наверное, самый страшный грех – это ее проигнорировать. Зная, что вместо меня Божий Сын страдал, и сказать, а мне все равно. Но Филипп не проигнорировал. Он сказал, да, Господи, если это так. Поэтому мы здесь, потому что мы эту жертва ценим. Большинство из нас уже приняло крещение. Кто-то уже покаялся и готовится к крещению. Если вместо нас такая жертва, мы не можем жить просто так для себя. Мы готовы ему служить. Кто-то еще собирается каяться. Но мы не можем, вот, это будет абсолютно не злодеяние, затоптать эту жертву Христа и жить без нее. Так что это место Исаия об Иисусе Христе. Давайте еще девятый стих. Ему назначили гроб со злодеями. А он погребен у богатого. А кто ему этот гроб со злодеями назначил? Это был план евреев, священников, фарисеев. Вообще евреи понимали по Писанию, что к телу у них было очень бережное отношение. И даже к умершему телу они его хоронили с почестями. Эта традиция передалась нам же, христианам. Мы тоже хороним в особом месте, на кладбище. Славим какую-то могилку, надгробный камень. Потому что мы понимаем, что, евреи понимали, что тело дано богом. И хотя оно умирает, но оно должно еще воскреснуть. И особенно они понимали, что тело праведника, оно в воскресенье к праведному воскресенью. И поэтому старались всех хоронить достойно. Особенно если это был человек правед. Но грешникам, это даже было как казнь, приписанная даже законом, чтобы хоронить таким образом, что они грешники. И у евреев была такая традиция, что люди, которые казнили за грехи, они были недостойны быть похороненными, как обычные люди. И обычно, вот этих преступников не хоронили на кладбищах, а просто где-то зарывали в общую могилу, как в землю. Это называлось, иеремия называет, ослиные погребения. Быть похороненными, как животные. Откопали яму, закинули тело, засыпали землей и даже никакого камня надробного. Потому что это грешник. И когда вот планировалось смерть Христа, и знали, что его будет распят. Священники знали, что он будет так хоронен. И это было, а, вот видите, он действительно неправедник. Но их план не сработал, потому что Бог знал, что он праведник. И Бог сделал так, что был там такой этот Иосиф Аремофейский. И он вопреки закону, то есть пошел к Пилату и сделал исключение. И ему дали похоронить его не так, как преступника, а как праведника. И он отдал свой гроб. Потому что, потому что, потому что, потому что он не сделал греха, и не было лжи в устах его. И даже в этом Бог показал, что он праведник. Он был праведник на 70-е, но Господу угодно было поразить его. С одной стороны, Бог показывает, что он праведник, а с другой стороны, показывает, что это и был его план, что праведник так пострадал. Для чего? Но Господу угодно, и он придал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Это был Божий план, что этот праведник должен был стать Божьей жертвой. Как были перенесены раньше жертвы невинных животных, которые только-только на какое-то время предсказывали об этой жертве. Невинный пострадал за виновных. Для чего? Чтобы был плод. А плод – это потомство, это дети. Потомство вечное, дети вечные. Вот те, кто его презирал, кто над ним смеялся, кто был к нему равнодушен, те, кто были как овцы заблудшие, вот те, кто был причиной всего этого, чтобы это уже были не заблудшие овцы, не грешники, которые смеются над ним, а чтобы мы стали его потомством долговечным. То есть то потомство, которое Бог желает, чтобы было у него вечно. Но Господу угодно было. Интересно, что эти же слова цитирует Петр, когда обращается к христианам. Там подчеркивается, что… Откроем текст Писания. Это будет 1 Петра, 2 глава. Этими же словами, 1 Петра, 2 глава. Стих 19. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби». Это Божий план. Как Божий план был со Христом, невинным он страдал, так Божий план с нами, если мы страдаем незаслуженно. Конец 20 стиха. «Но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу». Слово человеку, это угодно Богу. И 21. «Но вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример. Дабы мы шли по следам Его, как мы пели Псалом, чтобы и пойду в Ханаан, хотя бы и в крови, и буду изранен. Но это такая дорожка, какой пошел Христос». И вот здесь он цитирует дальше Исайю. Следующий стих. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах». То, что мы читали, что он был праведник. И поэтому он был похоронен таким образом. Не было никакого греха, даже в устах не было греха. Но Господу угодно было его поразить. Праведнику вместо нас. Ну и один из этих стих. Исайя, мы возвращаемся к 3-й Исайи. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих». Я думаю, что Господь и сегодня на небесах Христос на небесах. И он сегодня, когда смотрит на наше собрание, эти слова исполняются. На подвиг своей души он смотрит удовлетворен. Вот эти люди собрались здесь. Почему они собрались? Потому что моя кровь, кровь Христа их оправдывает. То есть моя жертва имеет силу. Я думаю, что Христос радуется, когда сейчас на небесах видит детей, которые поют ему песни. Почему это есть? Ничего бы не было, и нас бы не было, и дома молитвы не было, и детей бы здесь не было, если бы Христос не пострадал. Но все это есть. Этот подвиг Христа, это его плод. Но его плод. Ну и давайте уже последний стих, 12 стих этой главы. «Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить Давычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям пресчен был, так как он понес на себе грех многих и за преступником взялся хода. Тоже эти слова цитирует Христос незадолго до смерти ученикам. Это должно исполниться, что я к злодеям пресчен буду, поэтому знайте, что мне ждет это. Но эти слова говорят о том, что с одной стороны он будет казнен как преступник, а с другой стороны говорится о том, что он будет видеть плод, он будет видеть результат, у него еще будет добыча, то есть он будет казнен как распреступник, но он будет воскрешен как праведник. Хотя в этом пророчестве много говорится о его страдании, но не главная идея его страдания, а главная идея, что страдания приведут к победе, приведут к результату. Ну, может, как тоже слова, которыми начинается это пророчество, 52 глава, 13 стих, 52-13 «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится». Дальше это слова о его страдании. Вот начало этих пророчества говорится о его возвеличении, возвышении и конец о его возвышении. Хотя все здесь сказано о его страдании. Путь к его славе и к нашей славе был через его страдания. Сегодня мы здесь и это все благодаря тому, что Христос вместо нас пострадал. И этот подвиг призывает нас жить жизнью этого же подвига. Быть готовыми страдать за Христа, быть готовыми жить не в свое удовольствие, не в того, чтобы свою жизнь сберечь и в этом жизни получше устроиться, для того, чтобы быть людьми Евангелия, которые готовы с митяна Христа так же страдать, так же любить жертвенную любовью, даже жизнь свою положить за братство, за Евангелие. и пусть нас Бог в этом благословит и вдохновит идти Его путем, путем страдания, но этот путь победить, как Он прошел и победил, чтобы мы Его силой были сохранены этим путем и имели радость, имели радость петь на небесах, все вместе петь на небесах, Ему славу. Аминь.